Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Ремонт детских садов, школ, домов культуры. На одни такие торги заявляется по 20 компаний. Экономическая эффективность в таких случаях составляет 16%. Средний уровень экономии, по данным Минфина, 6,5%. Бюджет благодаря торгам сохранил 185 миллионов рублей. Программа Экономика. Корпорация МСП увеличила объемы кредитования в Кировской области. С начала этого года они выросли в два раза. Корпорация предоставила в регионе 100 гарантий и поручительств на 200 миллионов рублей. Это позволило предпринимателям привлечь более 450 миллионов рублей кредитных средств на реализацию проектов в области сельского хозяйства, производства, строительства и сферы услуг. Также продолжается работа по расширению доли участия субъектов МСП региона в закупках крупнейших заказчиков через корпорацию МСП. Сумма контрактов между компаниями, зарегистрированными в Кировской области, и крупнейшими заказчиками на сегодняшний день достигла почти 5 миллиардов рублей. Прожиточный минимум превысил 10 тысяч. Постановление об этом опубликовано на сайте правительства Кировской области. Величина прожиточного минимума за второй квартал в расчете на душу населения 9,5 тысяч. Для пенсионеров показатель чуть ниже 7800, для детей 9600, для трудоспособного населения 10100. С мая, когда принималось предыдущее постановление, показатели выросли примерно на 200-300 рублей. К другим новостям. Инвестиционная активность падает уже несколько лет. По данным Кировстата, за год капиталовложения сократились почти на 10% и составили 19 миллиардов рублей. Спад продолжается с 2014-го, отмечает «Навигатор». Тогда объем вложений в кировскую экономику снизился на полпроцента, но затем спад резко ускорился. До 19% в 2015 году и 12% в 2016. В качестве позитивного момента издание отмечает снижение доли капитальных вложений в жилищное строительство. В первом полугодии 2017-го они составили 18%, это уровень до кризиса. До этого в течение трех лет вложения в жилье в общем объеме инвестиционных затрат составляли почти треть. Здание налоговой Новоросского ждет капремонт. На него выделяется 12,5 миллионов рублей. Финансировать работы будет федеральный бюджет. Здание сдано в эксплуатацию 18 лет назад. В нем пришли в негодность алюминиевые витражи, разрушаются балконы, облицовка фасадов, окна этих этажа не открываются. Необходим ремонт вентиляционной шахты, системы водоснабжения, серверных помещений. Также требуется ремонт во дворе. Сейчас объявлены торги среди подрядчиков. Закончить ремонт необходимо к концу декабря. Напомню, что готовится к открытию новое здание налоговой службы на Комсомольской 1. Там разместится городская инспекция. На церемонии открытия ждут руководителя Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина. Кировчане реже москвичей испытывают стресс на работе. К такому выводу пришла служба исследований компании Headhunter по результатам очередного опроса. Если в Кировской области 10% работников испытывают ежедневные нервные напряжения, то в Москве и в Нижегородской области, например, 22%. Только 12% опрошенных чувствуют себя на работе комфортно. Тяжелее всего работать в сфере страхования, закупок и управлений персоналом. Наименее подвержены стрессу работники спортивной и фитнес-индустрии, представители сферы безопасности и добычи сырья. На последок, коротко, несколько цифр. Пять кировских проектов претендует на поддержку МСП Банка. 27 уголовных дел завели правоохранители за 7 месяцев из-за долгов по зарплате. На 20% выросла выручка кировских сельхозпредприятий. Курс доллара на сегодня 58,55 евро снизился до 69,62 рубля. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Эхономика». 101FM